Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Вместе со мной вас приветствуют все стритстайлеры, которые были достаточно любезны, нашли время попозировать перед моей телекамерой, и мы сможем посмотреть, как же классно они компонуют вещи. Сегодня будет очень красивый стритстайл. Сразу скажу, сегодня будет много не просто хорошо одетых людей, а именно стритстайлеров. Людей, с которых мы действительно можем брать пример. Они умело компонуют цвета, они умело компонуют прежде всего форму, а также учитывают пропорции в одежде. Сегодня будет очень-очень много снова светлых аутфитов, что мужских, что женских. Этот сеньор, безусловно, стритстайлер. Я могу сказать только свои самые-самые искренние комплименты ему преподнести, потому что здесь все прекрасно. Выверены пропорции, укороченные брюки, смелость не замерзнуть. На самом деле у меня нет слов. Это, конечно же, пример итальянского мужского стиля в одежде. Этот образ кажется сложным, но при этом его очень легко повторить. Его может взять на заметку как модница, так и модник. И, конечно же, он закомпонован по принципу не более трех цветов и яркого аксессуара. В данном случае аксессуар, повторюсь, если мы используем не более трех цветов в одежде, безусловно, мы можем использовать и больше. Это будет очень часто смотреться красиво. Но если мы хотим использовать яркий аксессуар, мы должны использовать не более трех цветов в одежде. Два этих скридстайлера мне очень понравились. Все очень-очень просто, но, безусловно, очень выверенные пропорции у девушки. Это касается ширины брюк, длины брюк, а также длины пальто. Здесь тоже все очень-очень красиво. Опять же, все очень просто. Здесь решающим являются не более трех цветов. Это ансамбль не более трех цветов. И как раз-таки пример очень яркого, казалось бы, неподходящего, не по сезону используемого аксессуара цвета металлик. Раскритикованные многими блогерами, а также многими моими зрителями, шапки необычные, вот такие вытянутые, а также шапки с помпонами, прекрасно удлиняют силуэт. Возьмите себе на заметку. Девушка, кстати, невысокого роста. Рядом мальчик-подросток, он выше нее. Но посмотрите, она не смотрится низкорослой. Пример необычного пуховика. Эта тема очень популярна сейчас на ютубе. Показывают и обсуждают, как можно носить необычные пуховики. Это достойный пример необычного пуховика, который при этом не полнит и очень хорошо смотрится. Но такие примеры, прежде всего, пуховика цвета металлик, мы уже видели. И это была сеньора 50+, если я не ошибаюсь. Повторюсь, в Италии не существует возраста на моду и на красивую одежду. Каждый носит то, что ему идет, то, что ему нравится. И мода действительно не имеет возраста. Сеньоры 50+, 60+, 70+, прекрасно одеваются, прекрасно выглядят. Также и потому, что они носят, в общем-то, ту же самую одежду, что и женщины 30+. Италии необычного пуховика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, вот эта витрина, на мой взгляд, она достаточно неоднозначна. Эти вещи, я даже не знаю, кому могут подойти, привлекают особенно большое количество внимания. Ну что ж, мы только что увидели жилет поверх верхней одежды и снова еще один жилет поверх верхней одежды. И снова огромное, не побоюсь этого слова, даже небольшое, огромное количество белых брюк, которые для меня лично явились моим модным открытием в этом сезоне. Я раньше, как и написала одна из зрительниц, себя тоже не очень ловко ощущала в белых, вот такого цвета белого листа, белого снега. В белых брюках зимой мне было некомфортно. Более того, я сама себе казалась маляром, если я носила белые брюки с белым свитером. В то время, как в этом сезоне я легко ношу белые брюки с белым свитером, с белым верхом. Мне это кажется очень красиво, где-то я даже показывала здесь в одном из видео, как я надевала белые брюки и белый свитер, и сверху пальто цвета camel. И я чувствовала себя в этом сезоне очень-очень комфортно. Это в очередной раз доказывает, что действительно мода сегодняшняя очень лояльна и важно насмотреться, иметь эту пресловутую насмотренность. Неважно, где мы ее получаем, через витрины магазинов, либо через глянцевые журналы, либо через инстаграм. Единственное, что мы должны помнить, что очень часто инстаграм не всегда показывает нам правду. Есть огромное количество фильтров, которые делают изображение лучше. Хочу обратить ваше внимание на кожаный пояс в данном случае поверх шубы. Опять белые брюки. Белые брюки как на мужчинах, так и на женщинах. Посмотрите, как потрясающе смотрится. При этом такой ансамбль, темно-синий верх и белые брюки, они могут вдохновить как модников, так и модниц. Потому что этот образ универсален и может использоваться такая компоновка как в женских ансамблях, так и в мужских. Снова тотал белый лук и сверху серая шуба и даже белая обувь. Посмотрите, на мой взгляд, это смотрится действительно очень и очень красиво. И в который раз, обращаю ваше внимание на огромное количество шляп. Шляпы носят в Италии как мужчины, так и женщины. И в этом году мне стали нравиться шляпы вместе с самыми обычными пуховиками, как на мужчинах, так и на женщинах. Шляпа добавляет все-таки некой элегантности всему образу. На подобную обувь, бархатную, бархатную обувь, я уже обращала внимание, она выпущена во многих марках. И она очень хорошо смотрится с любыми, с любыми ансамблями. Я думаю, что здесь имеет место игра фактур. Продолжая тему обуви, я думаю, что уже очень многие поняли, что я готовлюсь к подборке, какую обувь любят носить итальянки. Посмотрите, обувь самая разнообразная. Самые обычные Timberland, самые обычные бадфорты. Да, итальянки носят бадфорты, очень их любят. Я совершенно точно могу сказать, что бадфорты я полюбила и научилась носить здесь, в Италии. Но на самом деле обувь самая-самая разная. И как многие уже заметили, написали в комментариях, действительно итальянки предпочитают комфорт. Обувь посмотрите практически все время на плоском ходу, но от этого не менее выигрышными смотрятся те ансамбли, которые используют для повседневной жизни, либо чтобы прогуляться модники и модницы здесь, в Италии. И снова мы видим верхнюю одежду на верхней одежде. В данном случае это шуба. На мой взгляд, шуба из искусственного меха. Я их вижу в огромном количестве, прежде всего на рынке, но от этого они не смотрятся менее выигрышным. И на мой взгляд, эта шуба, она тоже синтетическая, но смотрится очень-очень хорошо. Полностью ансамбль мне очень понравился. Он был составлен в серо-синих цветах, смотрелось очень-очень красиво. Шапка с помпоном также вошла в кадр. Опять шапка с помпоном, которые часто обсуждаются и критикуются. Меня спрашивают, Яна, носят ли в Италии рваные джинсы? Абсолютно точно, да, носят. По осени меня спрашивали, Яна, носят ли в Италии плессированные юбки? Совершенно точно, да. И шапки с помпонами вызывают много вопросов? Да, шапки с помпонами. Итальянки носят, любят и мне самой очень. Они нравятся, что на себе, что на других. Опять же, мы видим большое количество бежевого пальто. И хочу обратить ваше внимание, что это тот же самый съемочный день. Я просто переместилась из тенистой улицы на улицу, которая не в тени. И она полностью под солнцем. А, кстати, очень интересно, летом именно эта улица будет снова в тени. Потому что солнце будет двигаться несколько иначе. Оно будет выше, и тень тоже будет несколько по-другому. Итак, это тот же самый день. И, как вы видите, действительно, в Италии можно одеваться в зависимости от того, по какой части улицы ты собираешься гулять, по какой части города. Если ты идешь на какую-нибудь открытую площадь, скорее всего, ты одеваешься и утепляешься меньше. Если же ты знаешь, что тебе придется находиться в тени долгое время, как очень часто приходится мне, я одеваюсь часто гораздо теплее, чем мои стритстайлеры, потому что я снимаю в тени. В тени получается лучшее изображение, потому что есть меньше возможности испортить изображение ненужными бликами. И хотя на солнце кадр получается более жизнерадостный, могу сказать, что если все-таки я хочу передать красоту определенных ансамблей, мне приходится мерзнуть в тени, чтобы действительно цвета не искажались и все смотрелось более натурально и более реалистично. Ну что ж, в кадре снова истинные стритстайлеры. Обратите внимание на сеньору, обратите внимание на достаточно молодого сеньора вот в таком пальто-накидке. Могу сказать, что очень часто я их вижу как на женщинах, так и на мужчинах. И это именно замена самому обычному пальто. Я думаю, что это очень-очень комфортно. Позвольте с вами попрощаться. Желаю всем праздничного настроения. Желаю всем не мерзнуть. А если дни случаются морозные, пусть они будут солнечные. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.